До юбилея Дня Победы остаются считанные дни. Подготовка идет полным ходом. Городские культурные организации готовят множество праздничных мероприятий и открывают символические выставки. Власти же, в свою очередь, активно занялись памятными местами. Масштабную работу по реставрации памятников в Перми начали еще с прошлого года. И сейчас, к майским праздникам, специалисты уже завершают финальные работы. Работа была начата еще в 2014 году. Тогда были отремонтированы 13 объектов культурного наследия, посвященных событиям войны. Сегодня в порядок приводят мемориал тыл фронту в Кировском районе, где на постаменте установлена знаменитая «Катюша», а также бронекатер АК-454 и мемориал «Скорбящий» на Игошихинском кладбище. Все воинские захоронения были проинвентаризированы, сохранены данные и на гранитных плитах, на памятниках. Думаю, что, наверное, это одна из самых серьезных работ, которая была проделана в городе Перми при подготовке к 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В Перми таких памятников более полусотни. Каждый из них по-своему значим. Как говорит председатель Совета ветеранов Ленинского района Алексей Филиппов, такие работы проводить необходимо. И не только ради самоуважения. Молодое поколение это видит и берет пример. Это отрадно, что действительно к знаменательной дате 70 лет победы государство обратило внимание на памятники. Все уже и покрашены, подштукатурены, где-то плитки уложены. То есть привели в порядок. Если мы к 9 мая такому большому празднику это сделаем, это большая заслуга будет. Реконструкция памятника очень важна, чтобы молодежь обращали внимание и знали, что это нужное дело. Памятные места приведут в порядок 6 мая. Татьяна Александрова, Влад Рашидов, телекомпания «Ветта». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...